Региональный оператор по капремонту Челябинской области ушел в минус. Об этом заявил непосредственно руководитель организации Виктор Тихоненко на совещании, организованном общественной палатой. Для примера, подразделение рекоператора в Магнитогорске вообще уже осталось без денег. Хотя еще по нескольким многоэтажкам остаются вопросы. По словам руководителя, проблема началась еще в первые годы организации рекоператора, когда планы работ создавались слишком масштабные. В самые первые периоды региональных программ, то есть десятилетия уже прошло, никто не оценивал реальную финансовую устойчивость и просто включали и включали. Поэтому и у нас на сегодняшний день сложилась такая ситуация, когда в краткосрочный план на сегодняшний день включено видов работ многоквартирных домов на сумму, превышающую 10 миллиардов рублей. Хотя фонд капитального ремонта такими средствами не располагает. В такой ситуации самый логичный выход – снижение темпов работ. Но это, конечно, не понравится южноуральцам, ведь домов, требующих срочного капремонта, в регионе хватает. К примеру, только в госжилинспекцию с начала года жители подали больше 300 жалоб на рекоператора. Основные претензии – качество работ, сроки выполнения и гарантийные обязательства. Мы провели уже более 50 внеплановых мероприятий, в том числе мы провели одну плановую проверку в этом году уже регионального оператора. Мы выдаем предписания. То есть, если говорить о процентном соотношении, то каждое третье обращение у нас подтверждается, что есть нарушение. Мы выдаем либо предписания. Вот у нас сейчас есть на исполнение текущее предписание. Есть еще одна серьезная проблема – замена лифтов. До начала 2025 года необходимо поменять полторы тысячи подъемников. Это цифры по домам со спецсчетами. За прошлые три года в таких многоэтажках закупили только 14 лифтов.